В ту пору я очень увлекался старинной музыкой, и на меня огромное впечатление произвел фильм «Все утро мира». Это французская картина о композиторе 17 века Пьере де Сент-Коломби. Это выдающийся композитор, и его личность покрыта тайной, потому что о его биографии практически ничего не известно. Даже есть мнение, что Сент-Коломб – это даже не его собственное имя, это псевдоним. Так вот, у него есть вещь, которая называется «Могила скорбей». В фильме она представлена как такая мистическая музыка, при звучании которой мир живых и мир мертвых истончается настолько, что исполнителю приходит видение потустороннего мира, и он получает возможность общаться с душами умерших. И вот эта концепция такой музыки настолько меня ошарашила и вдохновила, что я решил как-то отразить свои переживания и впечатления по поводу просмотра этой картины, и выразить их в своем собственном сочинении. Это был 2015-2016 год, и за процессом разработки этого мотива папа-то меня и застал. Как сейчас помню, он зашел ко мне в комнату и спросил, а что ты за музыку играешь? Я ему ответил, а ты угадай с трех раз, что это за композитор. И он с трех раз не угадал, я ему признался, папа, это моя музыка. Я вот вдохновился просмотром одной картины и решил сам сочинить свою музыку, в которой я бы отразил свои впечатления. И он как-то так задумался, и потом меня спросил насчет того, а не одолжил бы я ему эту тему. К папиной идее о переосмыслении моего сочинения в качестве тяжелого блюза я отнесся очень положительно, поскольку сам лично фанатей от корифеев этого жанра. Блюзовое гитарное соло, звучащее в начале песни, это исключительно находка Вячеслава Молчанова, просто потрясающего гитариста, прекрасного музыканта и огромное ему уважение и почет. Само собой, папа посвящал меня в процесс формирования блюзовой аранжировки, но я так активного участия не принимал и скорее фиксировал некие стадии этого процесса. Я был скорее сторонним наблюдателем, и, конечно же, нечего и говорить о том, что в моем оригинальном сочинении не было и тени блюзовых интонаций. Скорее я бы отнес свое сочинение к жанру неоклассической музыки. Особых предложений и каких-то категоричных замечаний я не выдвигал, поскольку посчитал, что настолько авторитетная группа, как группа Кипелов, не нуждается в советах. Едва ли я могу назвать ту музыку, которую я сочинил почти пять лет назад, изначальной версии песни «Жажда невозможного». От моего оригинального сочинения в финальной версии песни остался разве что только основной мотив, то есть это главная куплетная мелодия, и некоторые наработки по части и форме, то есть это всякие побочные мотивы, служащие дополнению к основному. Поскольку я и не подразумевал вокализацию этого мотива, я видел эту музыку исключительно как инструментальное сочинение, и именовал я это «Элегии» для фортепиано. Когда я узнал, что на песню «Жажда невозможного» будет сниматься клип, я, конечно, был ошарашен и удивлен, ведь на альбоме были и другие песни, заслуживающие того, чтобы на них снимали клип. Насколько я тогда понял ситуацию, выбор песни для создания клипа произошел по причине того, что группа Кипелов никогда не играла подобные песни. Пожалуй, такой выбор справедливо назвать смелым экспериментом. Изначально я весьма скептически отнесся к идее снимать клип на песню «Жажда невозможного». Однако после того, как я ознакомился с предварительными материалами, после того, как я увидел просто эпичнейшие декорации замка Кельха в Санкт-Петербурге, и когда я увидел работу Олега Гусева, режиссера и оператора Сергея Дубровского, и великолепный танец Виолетты Жировой, я понял, что результат превзойдет все мои ожидания. Продолжение следует...